Снайпер прострелил Илье Голову и он выжил. Врачи назвали это настоящим чудом. Пуля вошла в затылок и вышла в лобной области. Чудо абсолютно то, что он остался жив. Уникального парня из Мариуполя показали все украинские телеканалы. О нем заговорил весь мир. Пив руку Тому Илью Луценко провезли у лекарни Маченокова у Коми. Сейчас едем в палату, сделаем перевязки. Но вы не поверите, что с ним произошло дальше. Чудом выживший вдруг исчез. Прошло уже больше шести месяцев. Я прилагаю все усилия, пытаюсь связаться через интернет, через знакомых. Это ненормальная ситуация, когда отец не знает, где находятся его дети. Мы узнали тайну уникального парня и разыскали Илью. Так что же на самом деле произошло с Ильей? Куда он исчез и что с ним могло случиться? Тема нашей сегодняшней программы «Илья бессмертный». Это говорит Украина здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Уникальный случай в мире случился именно в Украине. Сегодня в нашей студии врач, который был причастен к этому чуду спасения. Давайте поприветствуем, пожалуйста, нейрохирурга Днепропетровской больницы имени Мечникова Григория Пилипенко. Григорий, доктор, вы действительно своими руками буквально вытащили Илью с того света. Но почему именно Илья стал для вас, в частности, особенным? Почему бы Илья заговорил весь мир? Случай Ильи является достаточно уникальным, потому что с такими ранениями обычно не выживают. Давайте обратим внимание на экран. Покликание Григория Пилипенко – рятувати людей. Він лікар-нейрохирург Днепропетровской областной лекарни. В нашей практике было большое количество тяжелых ранений, но случай Ильи запомниться, наверное, навсегда. Так на историю Ильи реагируют усі, щойно про него чуют. Адже куля наскрізь прошила его голову. И он выжил. Любое попадание в голову, как правило, длечет за собой смерть. Півтора року тому в Григорія був звичайный рабочий день. Раптом его сповістили, что до отделения вертольотом везут хлопца, который ось-ось может померти. Когда Григорій почув, что именно произошло с Илею, то спершу не поверил, потому что такого не может быть. Доктор, скажите, что произошло с Ильей и при каких обстоятельствах его ранили? Насколько нам известно, он катался на велосипеде поблизости Мариуполя. И откуда ни возьмись, в общем-то, прилетела пуля, которая его ранила. Мы опросили всех, кто знал о случившемся, и пытались все-таки воссоздать, реконструировать ход событий. Внимание на экран. Так, вот в этом районе все произошло. Мы видим, как Илья, предположительно, едет со своим другом. Это все происходит год назад на окраине Мариуполя. Вдруг в голову парня попадает пуля, и он просто сваливается с велосипеда. До сих пор достоверно неизвестно, с какой позиции стрелял снайпер, и что это был вообще за человек. Вот на этом графике видно, какие доли мозга пуля прострелила насквозь. Скажите, пожалуйста, доктор, за что отвечают вот эти участки головного мозга? На вашей картинке изображены темена и лобная доли, которые отвечают за движение, за чувствительность, за психический статус. Но повреждение его головного мозга не ограничивается этими долями. Дело в том, что кроме раневого канала повреждается весь мозг, потому что пуля несет в себе огромное количество энергии, которая распространяется на другие части мозга. Поэтому, конечно, пострадали движения. Это первое, что у него пострадало. Движения на противоположной части тела. Если бы пуля пролетела немного левее, то повредились бы очень важные крупные сосуды артериальные. И исход с высокой долей вероятности был бы неблагоприятный. В таких случаях смерть наступает мгновенно. Именно у вас в больнице нам показали уникальные фотографии. Они довольно страшны. Это для вас будет не доктора, конечно. А для вас, уважаемые наши зрители, это довольно тяжелые фото. Я очень прошу отойти от экранов тех, у кого слабая психика, уж тем более убрать сейчас от экранов детей. Внимание на экран. Входный отверг был тут. Входный отверг в этом месте. Таким вот чином выглядит... Внутренний канал. В самом центре мозга были кистковые уламки. И вот эти кисточки, которые были выделены в период операции, очень глубоко. Если их не выделить, то они приводят к запалению мозга. Поранение, край, тяжело. Поля прошла в несколько миллиметрах от передней мозговой артерии. И такие хворые, если и выживают, то выживают глубокими инвалидами. Можно сказать, что Илья народился в Саровце. Вы оперировали Илью ведь дважды? Первый раз оперировали Илью в Мариуполе. Ему оказали первую помощь. Остановили кровотечение. В общем-то, создали условия для его выживания. На следующие сутки он был транспортирован к нам в Днепропетровск. И в урьянном порядке проведена была повторная операция. Именно под микроскопом нужно было останавливать кровотечение и удалять мельчайшие костные фрагменты. А какого калибра была пуля? Это, я думаю, вопрос к экспертам в области баллистики и криминалистики. Вот я хотел бы вас сейчас познакомить с Павлом. Вы эксперт в области оружия. Вот из тех фотографий, которые мы видели, или мы можем предполагать делать какие-то заключения, какое это было оружие и какого калибра пуля? По размеру раневого канала мы можем судить, по фрагментам, а сколько мы можем судить, что пуля была небольшого калибра, скорее всего, было это автоматическое стрелковое оружие 5,45. Уникальное попадание. Немножко ниже вы видели ствол, вы видели мозжечок. Это то место, которое используют снайперы при стрельбе, когда надо полностью обезоружить человека. Попадание туда вызывает мгновенную смерть без физической моторики. Поэтому действительно случай уникальный, и доктора сделали чудо. Спасибо, Павел. Григорий, а как долго продолжалась эта операция, которую вы делали, извлекая, как вы уже сказали, мельчайшие осколки кости? Эта операция длилась около трех часов. Чтобы помочь этому уникальному нашему герою, объединились все украинцы. Вся страна собирала деньги, и в нашу студию сегодня приехал волонтер, которая также помогала. Алина, вы сейчас здесь у нас. Идите сюда, пожалуйста. Алина, как вы помогали Илье? Максимальная информация в интернете и так далее, распространение. Были потребности от врачей заявки, были потребности какие-то от родителей, то есть даже минимальные, гигиенические и так далее. И мы все эти заявки и в интернете постили, и людям, приходящим, хотящим помочь, давали их, и они как бы их удовлетворяли. Тогда действительно ведь об этом случае, о случае Ильи говорила вся страна. Я сейчас хочу вас пересадить снова в зал. Спасибо вам огромное. Но что случилось с уникальным парнем после этого чудесного спасения? Почему отец не видел своего сына уже полгода? Вот ее сейчас тронь, за день где-то малейшие эмоции, она будет рыдать дня три. Это какой-то непроходимый эгоизм. Вот сейчас для меня тоже масса нового открылась. Александр, так что с Ильей? Он жив? Наш следующий герой, тот самый родной отец Ильи, история которого поразила всю страну, и который действительно встревожен. Именно поэтому и обратился к нам на программу. Давайте встретим его. Ярослав, почему вы решили к нам обратиться? Мой сын пропал. Я не могу найти, потерял связь с ним. И я беспокоюсь за его состояние здоровья, даже за его жизнь, потому что последняя встреча он был в достаточно плохом состоянии физическом. Вынимание на экран. Ярослав – переселенец из Донецка. Приехал до Киева после того, как у его дом влучшил снаряд. И бомбить начали где-то с пяти часов утра. Снаряд попал в ванную. С ванной и кирпича со стенки выбили стену с дверью, и стена с дверью влетела в зал, где спал. Хоч Ярослав уже 17 років як разлучений, для Илли он всегда старался быть хорошим отецом. Когда Иллю подстрелили, Ярослав фактически оселился в лекарне и жив рядом с сына протягом трех месяцев. Жил при больнице, там пансионат, и три месяца там ходил, ночевал с ним. Здавалось, все йшло до покращения. Син швидко одужал, але пів року тому він просто зник із життя Ярослава. Про хлопця нема жодної звістки. Син ніби розчинився в повітрі. Ярослав, ты куда же пропал сын? Сына пригласили в Литву. Какая организация, я даже не знаю, потому что я лично не договаривался с ними. Собрали средства и пригласили его на реабилитацию и обучение. То есть после операции в Днепропетровской больнице вашего сына забирают в Литву, увозят в Литву, так? Да. А как вы вообще узнали о том, что вашего сына ранил снайпер? Кто вам все-таки первым сообщил? Первым сообщила мне жена. Жена, что она сказала? Она мне позвонила сразу после трагедии, вот, утром на следующий день. У меня медицинское образование, и она спрашивала советы, можно ли его перевозить из Мариуполя в Днепропетровск для повторной операции. После этого сразу первое, то, что я сделал, это, конечно, перевел деньги вот на карточку моей дочери для жены, вот, потому что я физически не мог поехать сразу. Почему? Вы были в другом городе где-то? Я сразу, я выписался из больницы, и это у меня как раз после больницы был период где-то неделю. Я после больницы дома продолжал лечение. Простите. Я лежал в больнице, это уже третий раз, хронический эрозивный астродиоденит, хронический гепатит. То есть вы были обессилены? Ну, да, да. И поэтому вы не могли поехать? Да, я сразу, к сожалению, не мог, да. Скажите, а вот когда, как скоро вы увидели сына? Я увидел сына через 10 дней. Или я вас сразу узнал? Что поразительно, да, что при таком ранении он находился в нормальном состоянии сознания. я взял его за руку, вот, потому что, ну, телесный контакт тоже важно, когда человек находится в таком состоянии, когда глаза плохо видит, голова плохо соображает. Я взял его за руку, то есть дал ему понять, что я здесь. Вот, я думаю, что это 50% выздоровления было и в моем участии. Так, родной отец и чудом выжившего Ильи очень встревожен, потому что он не видел родного сына уже 6 месяцев. Так куда исчез все-таки этот уникальный, чудом выживший парень? Что с ним могло случиться? Почему о состоянии парня ничего не говорят родному отцу? Поднять задницу, встать, набрать телефон, пойти в милицию, куда угодно! Он должен в любую секунду знать, где находится сам, да, а не я должен искать отца. У Ярослава не было ни ваших контактов, ни контакта Ильи, ни контакта дочери? Нет, неправда. Она может говорить, что угодно. Кто из вас врет? Скажите, вы когда видели сына в последний раз? В последний раз я видел сына перед выпиской, буквально за несколько дней. Это как давно? Ну, это больше полгода. Это уже лето? Лето где-то, да? Да, это... И что он вам говорил? Мы общались с ним на обычные темы. Я помню, ему принес, по-моему, одеяло большое, пуховое, которое отдали мне волонтеры. Волонтеры оказывали там хорошую помощь, но это была помощь мне, как бы, одеяло, но я ему свое одеяло отдал. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знали, что он куда-то должен будет уехать? Я знаю, что его пригласили на реабилитацию. То есть, в тот момент вы знали, что вашего сына пригласили в Литву на реабилитацию, но вы не прощались? Мы не прощались, потому что это не было прощанием. Ну как? Он уехал внезапно, можно сказать. В те дни все средства массовой информации снимали репортажи о том, как Илья улетал на лечение в Литву. Внимание на экран. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так вы не были вот на этих проводах. А как вам объяснили, почему именно в Литву увозят вашего сына, а не куда-то в другой мест? Почему не в Украине, к примеру? Ну, сейчас. Вот. Возьмите, пожалуйста. Ну, я же говорю, я лично не договаривался об этом отъезде, об этой реабилитации, поэтому я обладаю крайне малой информацией. То есть вам никто не объяснил как родному отцу? Да. Я даже не знаю, что это за центр, как он называется. Он выходил с вами на связь? Он не выходил на связь, потому что телефон, естественно, другая страна, они, видимо, поменяли телефон, и я не могу дозвониться. А с кем Илья улетел туда, в Литву? Ну, он улетел со своей мамой. То есть с вашей бывшей женой? Да. А ей вы пытались дозвониться? Ну, с женой мы обычно контакт не поддерживаем, но в этом случае я пытался ей позвонить, но телефон ее не отвечает. И моей дочери, да. Тоже не отвечает? Тоже не отвечает. И как вы думаете, что могло произойти? Ну, произойти могло все что угодно. И я очень беспокоюсь, потому что, во-первых, он же физически в таком состоянии, что ему нужен постоянный контроль и поддержка, и прежде всего отца, который имеет и медицинское образование. Вот. И, по крайней мере, могли мне сообщить, что происходит и как. Потому что времени прошло уже достаточно много. Мы узнали тайну этого нашего героя, сегодняшнего героя. Мы нашли человека, который в мельчайших подробностях знает, где находится ваш сын, что с ним случилось, и что с ним вообще происходило после вашего разрыва. Давайте поприветствуем Александра. Будьте добры. Александр, где вы? Прошу вас. Добрый день. Александр, так что с Ильей? Он жив? Он не только жив. Он активен вполне. Но почему отец ничего не знал, что с родным сыном? И как вообще такое возможно? Это мы сейчас как раз и выясним, но прежде обратим внимание на экран. Александр Глинский – директор одного из приватных реабилитационных центров Чернигівской области. Ось уже п'ять років, як цей заклад дарує друге життя пацієнтам після найскладнейших травм і поранень. Саме сюди з Литви привезли Іллю Луценка. Случай с Ильей не просто уникален, супер уникальный случай. И тогда, когда я его увидел, это был шок. Для Илли реабцентр став другим домом, а его персонал – новою родиною. Только сусидам по палаті хлопец может открыть найпотаемнейшее. Адже жахливое поранение было только начатком. И юнак не догадывался, какие сложности на него ждут попереду. – Александр, вы помните первый день встречи с Ильей? – Да. – В каком он состоянии был доставлен? – Мы со специалистами центра посмотрели выписки. И вот то, что было напечатано, и то, что было в реале, было ощущение, что это речь идет о разных людях. – И что вы имеете в виду? – Я имею в виду, что его состояние было гораздо более позитивное, чем можно было предполагать, опираясь только на бумаги. Что касается его физических подвижек, ну, они весьма серьезные. Сейчас он абсолютно координирован, он передвигается без костылей. – То есть сам, самостоятельно? – Да. – А сколько он у вас уже находится? – Без малого два месяца. И вот то пребывание, которое было в Литве, наверняка оно дало какой-то там толчок. Но все равно состояние на момент приезда к нам и сегодняшнее – это два разных человека. – Скажите, а гости к нему часто приезжают? – Я не видел у него гостей. – То есть к нему никто не приезжает? – Я не видел. – Настораживал момент такой закрытости в психологическом плане. Вот было такое ощущение, что Илья застегнут на все молнии, на все пуговицы. – Марина, скажите, пожалуйста, в таком состоянии после такого тяжелого ранения, ведь ребенку очень важно, чтобы кто-то к нему приезжал? – Безусловно, очень важно. Важна поддержка как семьи, так и бывших социальных связей. – А вот если никто не приезжает, это ведь тоже может вызвать депрессию дополнительно? – Безусловно. Базовое доверие, возможно, к миру нарушено. – Вы сказали, что к Илье никто не приезжает. Или, по крайней мере, вы не видели, что кто-то приезжал. – Да, может быть, кто-то приезжал в выходу день, но я бы об этом знал. – А вот его эмоциональное состояние, вы говорите, что физически он идет очень хорошими темпами, идет на поправку. А психоэмоциональное его состояние каково? – Вот психоэмоциональное состояние его относительно момента приезда опережает даже его физическое восстановление. Он раскрылся у нас. Он стал совершенно контактен. Он общается с пациентами, которые тоже находятся. Он в абсолютном контакте со всей командой реабилитологов, которые у нас работают с ним. – Такое чувство, что он как будто впервые понял, что он хоть кому-то надо. – Возможно. Я вам скажу так. Две-три недели назад он говорит, Александр Ильич, сколько я еще здесь буду? Я говорю, Илья, ты еще побудешь здесь? Он говорит, а правда, что я буду до 28 декабря? Я говорю, да. Жаль. Я говорю, ты уже устал? Он говорит, нет, я очень хочу встретить Новый год. – Да, как семью приобрел. – Даже не семью? – Реабилитационный центр заменил семью ребенку. – Скажите, пожалуйста, а Илья вспоминал о своей семье? Вспоминает, говорит что-то, к примеру, об отце? – Нет. – Вообще никогда? – Ярослав, как же такое возможно, что вы не знаете, где ваш ребенок, а ваш ребенок в это время находится в Чернигове? – Вот меня интересует вопрос, почему он находится в Чернигове, а никто не попытался мне об этом сообщить и поговорить даже с ребенком. – А почему вы не предприняли попытки? – О том, где его отец и что делает его отец. – А кто он должен был сказать? – Вы с претензией, похоже, говорите. – Команда репцентра не нашла меня, не сообщила об этом мне. – А почему вы с претензией к команде репцентра сейчас подъявляете? – Илья знает мой телефон. – Я первый раз вижу и слышу о существовании отца. Почему бы не сообщали? У нас совершенно закончены юридические отношения с фондом, который финансирует реабилитацию. И по большому счету у нас на поездке дня стояло восстановление Ильи, физическое восстановление Ильи. – А не поиски папы. – А все, кто там, папа, мама, бабушка или фонд, это для нас было вторично. – Ну, это и понятно. – Абсолютно. – Логично. – Потому что вы же должны заниматься пациентом, а не розыском. – Ну, это не входит в функции реабилитационного центра – разыскивать абсолютно всех родственников, правильно? – Ну, это вполне укладывается в функции родственников. – Конечно, естественно. – Родственники просто обязаны. – И я полагаю, что если сын не безразличен отцу, то он должен в любую секунду знать, где находится сам. – Сам найти, конечно. – А не я должен искать отца. У Ильи есть бабушки и дедушки? – Ну, конечно. – Я должен их искать? Или сотрудники центра должны искать, чтобы сообщить, что он находится у нас? – Вам не надо их искать. Я сейчас могу сказать вам телефоны. – Мы вообще не про то спрашиваем. – Ярослав, у меня был из них другой вопрос. – А вы мне скажете телефон моего сына сейчас? Телефон моего сына можете сказать, по которому я могу его позвонить? Или телефон вашего реабилитационного центра? Вы можете мне сообщить? – Телефон реабилитационного центра, безусловно. – Так надо было это сразу сделать. – Он более там в открытом доступе. – А где мне искать? – Вы знаете, дорогой, я вам скажу, может, еще одну обидную вещь. – Его переводят с одной стороны в другую, я его буду искать. – Первое, он спрашивает. – Это же ваш ребенок, поэтому и будете искать. – А близких людях, где мама, где папа. Если он не поинтересовался, где папа, может, вы ему просто не нужны? Вы никогда не думали об этом? Может, он просто не нуждается в ваших детей? – Вы верите в то, что вы говорите? – А? – Да. – Я думаю, что я говорю, потому что я вижу. Понимаете? Ситуация получается парадоксальная. Вам все должны, только вы не должны. Вы не должны. Поднять задницу, встать, набрать телефон, пойти в милицию, куда угодно. У вас же, простите, желудок болит. – Понимаете, у вас все наид. Гастродородонид, хронический панкреатит, гепатит. Ну, это хронические вещи, которые не мешают поиску ребенка. Пациентов с хроническим итом у нас полукраины ходит. – Все. – Ну, и все выполняют свою социальную, отцовскую, там, еще какие-то функции. Поэтому это не помеха. – Ну, я нашел его. – Где? – Опять за руку. – А как вы думаете, уважаемые наши зрители, должен ли был отец искать своего ребенка? Или действительно, как полагает Ярослав, ему о местонахождении сына должны были сообщить из того же реабилитационного центра? Оставьте, пожалуйста, свои комментарии на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо огромное. Итак, Илья уже несколько месяцев находится в Черниговском реабилитационном центре. Почему родной отец об этом не знал? Кто прячет парня от родного отца? И почему их встреча может навредить парню? – Позвоните, сказать, Ярослав, твои дети приехали. – Меня для него уже много. – Вам все должны были сообщить. – Эдосцентризм, маленький ребенок, текст ребенка. – Ну, это же так нельзя относиться к жизни. – Просто спросите у него, почему он детей видел за эти два года всего лишь пять раз? – Почему? – Александр, прошу вас. – Знаете, пяти минутами раньше мы говорили о психологическом фоне Ильи, когда он приехал к нам. И я говорил о том, как изменился этот фон. – Вот сейчас для меня тоже масса нового открылась в контексте, что может быть причиной вот того негатива, который был у Ильи. И я абсолютно не убежден, что эта встреча будет на пользу Ильи сейчас. – Ну, давайте все-таки еще немного повременим и сделаем вывод уже там чуть позже. Прежде чем пригласить сюда к нашему разговору следующих наших участников, я хотел бы попросить вас, Ярослав, пересесть в зал для большего удобства. Будьте добры. Мы нашли вашу жену, и единственным ее приходом сюда, в студию, было отсутствие здесь вас. Бывшая жена Ярослава категорически не хотела видеть своего бывшего супруга. Ну что ж, давайте поговорим с Беллой, которую я и приглашаю в студию. Будьте добры. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Прошу вас. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Здравствуйте. Вы представите своего спутника? – Мой муж Сережа. – А, ваш нынешний муж Сергей. – Да. – Очень приятно. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Скажите, сколько времени прошло с тех пор, как вы вернулись из Литвы в Украину? – Не совсем так. Мы с Литвы поехали в Белоруссию. И в Белоруссии было какое-то время. – А что было в Белоруссии? – Мы там работали. – А и сын вместе с вами там был? – Конечно. – А, и сколько времени он уже в Украине? – В Украине три месяца. – Три месяца. Внимание на экран. – История Белли та Сергея незвичайна. Пара давно зустрічалась, але удружитися вирішили лише після трагедії, що сталося з Ілею. Відтоді подружжя весь час разом. Переїхали до Києва, винайняли квартиру, влаштувалися на роботу. Сергій був поруч із Беллою у всі найскладніші моменти. Коли сталося лихо з Ілею, від чим допомагав, як рідний батько. – Мальчик, как бы, не маленький. За метр девяносто уже. Приходилось его вставать. То я хочу там к умывальнику, то я хочу в туалет. Того трагічного дня Белла і Сергієм їхали машиною до Білорусі. А в результаті опинилися під вікнами реанімації Маріупольської лікарні. – Як ви узнали, що відбувалося з вашим сеном? – Я згодила Іле на протяжі, наверное, часу. – Да. – І не могла дозвонитися. Один раз дозвонилась, сказала Ілея, бабушка сказала, що стреляють. Пожалуйста, їдь дому. – Угу. – Он сказала, що добре. Ну, як все мальчишки непослушні. – Угу. – Домой не приїхав. І следовий звонок був именно со скороюю допомоги. – А що вам сказали? – Сказали, щоб я скоріше приїжджала. Я спросила, він со знання, мені сказали, що да. – А коли ви приїхали в больницю, вас спустили к сену? – Нет. Вони сказали, що він в тяжелому стані, показали мені його через окно двері. І ми з Сереже устроились під окном. – Під окном больниці? – Іменно той палаті реанимации, де він лежав. – І скільки ви там провели під окном? – Всю ніч. – Потім нас вызвали і сказали, що у Ільи є шанси, тому його потрібно як можна бути відправити в Днепропетровськ, в больницю, місце з раненими на вертоліте. – Ілью доставляли на вертоліте в Днепропетровськ? – Там ще був спор сажати раненого бойця, либо Ілью, тому що у Ільи було мало шансів, що він долетит. – А вот тогда, коли ви провели ніч под окнами той палаты, де знаходився ваш Ілья, ви всю цю ніч подсматривали і следили за ним, як у нього там дела? – Як він дышит или нет, да. Ми поставили кирпичи і по очереди заглядывали туда. Для мене було дуже важливо знаходиться як можна ближче к нему. – АПЛОДИСМЕНТЫ – Скажіть, а хто вам допомогав пережити весь цей ужас? Сергій був з вами постоянно? – Да. – Іменно він вам і допомогав? – Да. – Скажіть, як ви відноситесь к Ілье, Сергій? – По-отцівськи. – У вас добре відношення? – Да. – У вас доверительні відношення? – Доверительні? – Да, конечно. – Як ви допомогали Ілье после ранення? – Ну, вовремя, як би, в больниці. Помогав, чим мог. То есть і памперси, і пеленки, і обмывання, і купання. – То есть ухаживали так? – Конечно. – Біли, можна сказати, сиділкой? – Да, я знаходився в больнице і днем, і ніччі. – К нам сюди сьогодні прийшов чоловік, який вас іщет. – Сьогодні сюди, будь ласка. – Полгода отец не видел своего сына. – Больше. – Почему? – Ну, я ж говорю, мы уехали сначала в Литву, потом в Беларусь. – Да, но ведь это 21 век, и можно оставить контакты. – У Ярослава не было ни ваших контактов, ни контакта Ильи, ни контакта дочери. – Нет, неправда. – С Варей он общался. – И через Варю он мог найти все эти контакты. – Ярослав. – С Варей нет связи. – Были у вас контакты или нет? – Только когда она приехала сюда, в Киев. – Да нет, он же встречался с Варей. – В Киеве я с ней встретился. – И Варя здесь. – Сфотографировался на вокзале и отправил ее. – Это было до нашего приезда сюда, в Киев. Понимаете, при желании он мог узнать, где мы. Сейчас же время, какой телефон есть у всех. Или я в ВКонтакте есть. – Но Ярослав утверждает, что у него не было номеров телефонов. Вы якобы уехали в Литву, и там, очевидно, как сказал Ярослав, завели свои новые номера, и он не может дозвониться до вас. Почему вы на меня так смотрите? Вы должны смотреть на Ярослава, так это же его слова. А я повторил то, что мы услышали. Сергей, может, вы разъясните ситуацию? Номера не менялись уже несколько лет. Ни у кого. – И? – Он при желании, если действительно это было желание, легко мог нас найти. Он этого не сделал. Мы когда в Донецке жили два года, Ярослав тоже там жил. Просто спросите у него, почему он детей видел за эти два года всего лишь пять лет. – Жили в Донецке. – В одном городе со мной. – Да. – Ты знал, где мы живем. – Никто мне не сообщил, что они приехали в Донецк. – Ну, беда, все вам должны сообщать, вы же взрослый человек. – Ты видел их. – У вас текст трехлетнего ребенка, вам должен весь мир. – Откуда я знаю, что они в Донецк? – У вас текст маленького ребенка, вам весь мир должен. – Так более того, они встречались с моей родной матерью, и даже родная мать мне не позвонила, и не сказала. – Что с вами не так, что даже ваша родная мать вам не позвонила, и не сказала? – Это с миром не так. – Это какой-то непроходимый эгоизм. – Мать моя воспитывала меня без отца. – Потому что мне должны сообщить, и даже мать мне не сообщила, вам все должны были сообщить. – Эдосцентризм, маленький ребенок, текст ребенка. – Ну, это же так нельзя относиться к жизни. – Ну, почему сообщить? Позвонить и сказать, Ярослав, твои дети приехали. – Ярослав, вы взрослый мужчина, вы в состоянии отвечать за свою жизнь. – Вы знаете, такое впечатление, как будто семья… – А вы совершенно не берете ответственность за собственную жизнь в свои руки. – Такое впечатление, как будто семья все время вам должна была себя предлагать. – Да. – Вот мы приехали к вам, а приедешь ли ты к нам? Ну, вы же папа, понимаете? В системе два взрослых человека, мама и папа. – Я думаю, что жена, если перевозит детей… – А почему вы не звонили своей жене, не спрашивали, как там ваши дети? – Вот если она перевозит детей из одного города в другой, я думаю, она должна мне об этом сообщить. – Понимаете, какая штука? На самом деле, если жена в муже не чувствует поддержки, то почему она должна… – А зачем ей поддержка мужа, если есть муж и есть папа? – Вы отец детей. – Вы отец. – Вы отец в первую очередь. – Значит, в вашей поддержке никто не нуждался, понимаете? – Алексей, можно я пересяду? – Если вы сейчас это не поймете… – Я не сомневаюсь, что никто не нуждался. – А зачем вы ищете, вы не нужны? – Зачем им моя поддержка? Зачем? Они сами сказали, они были в Литве, потом Белоруссии, теперь в Чернигове. Я не Интерпол, но я их нашел. – Нет, это они вас нашли. – И буду находить… – Это они вас нашли. – И буду находить и дальше. – А скажите, в чем ваша ответственность? – И своих детей я не оставлю никогда. – Марина, прошу вас, Марина, прошу. – Вы говорите о том, что вот должны, там не сообщили… Ваша ответственность в чем? По отношению к вашим детям. – Чтобы сразу, когда с сыном случилась беда, оказать, во-первых, финансовую поддержку, что я сразу оказал. – Дальше. – Во-вторых, сразу организаторскую поддержку. Я за 10 дней восстановил свой организм и приехал. – Это правда, что сразу же Ярослав оказал финансовую поддержку? – Тысячу гривен он положил. Но после этого он сказал, что это дали родственники. – А еще как-то Ярослав помогал? – Одеяло. – А что он делал три месяца в поликлинице? – Он действительно ночевал в больнице, когда после 10 дней приехал туда? – Нет. – Нет? – За все три месяца, что мы были в больнице, он ночевал один раз. Он приехал, и где-то месяц он приходил раз в два дня, а потом пропал. При этом он жил в пяти минутах от Ильи. – И сейчас ведь Ярослав живет в квартале от вас, как мы выяснили. Скажите, а почему вы вдруг вот после месяца, как это, навещания сына, вы пропали? – А кто это сказал? – Белла только что сказала. – Ну, пожалуйста. Она может говорить что угодно. – Кто из вас врет? – Понимаете, каждое вранье нужно подтверждать документами какими-то. – В это невозможно поверить. Снайпер прострелил Илье голову, и он выжил. – Случай Ильи является достаточно уникальным, потому что с такими ранениями обычно не выживают. – Родной отец чудом выжившего Ильи очень встревожен, потому что он не видел родного сына уже шесть месяцев. – Мой сын пропал. Я не могу найти, потерял связь с ним. – Его история вышла далеко за пределы Украины. Ее можно по праву назвать удивительной, а самого Илью бессмертным. – Попадание туда вызывает мгновенную смерть без физической моторики. – Но как выглядит и чувствует себя наш главный герой? Как он отреагирует на неожиданную встречу, которая ждет его в студию? – Вы открыли глаза, и так все, как в тумане, как будто заново родился. – Невероятно уникальный случай. – Вы даже сейчас и не улыбнулись. Ваш сын получил такой замечательный подарок. – Вы даже когда к нему подошли, у него, знаете, как стойка вот такая вот внутренняя сработала. – Вы действительно полагаете, что эта встреча Ильи здесь в студии с отцом может навредить парню? – Доктор говорит, что появление Ильи в этой студии – это не очень хорошо для его психологического состояния. Жень, вы ведь поработали не только с Ильей, вы поработали еще и с Ярославом, и с Беллой. – Да. Ну, смотрите, здесь идет такая ситуация, что два родителя, они, во-первых, не слышат друг друга. Ну, я уже поняла, из-за кого, да, потому что, ну, вот, как бы отец, он очень эгоистичен, и он не хочет слышать других. Его задача, вот, он даже когда рассказывал про Илью, он все время говорил, я, 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 я ему помог, я сделал, я ему одеяло подарил. Где здесь был во всей этой, вот, во всем этом рассказе Илья? То есть я не услышала вот этой вот отцовской, отцовской поддержки. Я не услышала папу, который сказал, да какой у меня сын молодец, он и тут выбрался, и тут выбрался, да? То есть вот этого не было. Папа, он очень хочет помочь сыну, но не знает как, потому что этот эгоизм его не пускает. Вот, мама очень хочет оберегать своего сына, чтобы вот этот эгоизм не нанес ему вреда. Правильно я вас и слышала, да? Вот. И мама, она такая, она очень, вот смотрите, это женщина, которая пережила тяжелое горе. Ей все приходилось держать в своих руках. Ей настолько тяжело, вот она натянутая, как струночка сейчас. Вот ее сейчас струнь, за день где-то малейшие эмоции, она будет рыдать дня три, как минимум. И что происходит? Человек, у которого эмоционально тяжелое состояние, он не может помочь ребенку, которому тоже плохо. Скажите, пожалуйста, Александр, а как часто Белла навещает Илью в вашем реабилитационном центре? Я ее видел два раза. Два раза. А почему вы так редко навещаете сына? Потому что мы только устроились на работу, у нас не было финансовой возможности. Вы работаете месяц, вы сказали, месяц. Правильно. Зарплату когда получаешь? Через месяц, правда? У нас не было финансовой возможности приехать. Приезд к нему 400 гривен. Илья об этом знает. У вас друзей нет? У вас вообще никого в этом мире нет, чтобы найти 400 гривен и поехать к сыну? Просто посмотрите, как он там. Я звоню Илье каждый день. И я спрашиваю, Илья, у тебя все хорошо? Если будет необходимость, я приеду сразу. Я найду эту возможность. Он мне сам говорит, мама, не надо. Поймите, Илья чувствует себя там взрослым человеком. Я, может быть, вам бы и поверил. Действительно, Белла. Ваше право. Нет, я не хочу вас обидеть. Но я просто участник этой дискуссии. И несколько минут назад я услышал очень страшную фразу от Александра. Эту фразу произнес ваш сын. Он сказал, что хотел бы отметить Новый год в реабилитационном центре. Не с семьей, не с мамой, не с папой, а в реабилитационном центре. И это, наверное, о чем-то говорит. Вы пытаетесь нас убедить в том, что ваш мальчик очень взрослый. Но почему тогда он к вам не тянется, и он не хочет встретить главный праздник с семьей? Почему? Потому что здесь у него появились новые друзья. Вы часто говорите о том, что Илья взрослый. Так вот, психологические травмы такого характера зачастую сопровождаются регрессом. Ему нужна мама, ему нужен контейнер, чтобы вы могли его отогревать. Похоже, в реабилитационном центре его отогрели, наконец-то, этого мальчишку. Он правда почувствовал, что это как-то очень печально. Вы знаете, вы правильно говорите. Но при этом еще родители надо обучить, как отогревать. Вот в чем. Здесь родители не умеют давать ребенку ту поддержку, в которой они ходили. Как часто вы сыну говорите, что вы его любите? Это основное, что я ему говорю. И когда вы последний раз произнесли эту фразу? Когда последний раз видел. То есть ту встречу перед Литвой, так? Конечно. Ну, притащить такое одеяло, это значит, что не люблю. Что с этим одеяло? Можно два слова? Знаете, Ярослав, когда я с вами работала, можно? Да. Ярослав, когда я с вами работала, вы не проговорили, что вы любите своего сына. Но вы все время говорили о том, что сын якобы любит вас. У вас все время потребность, чтобы вас любили. Но давать вот эту любовь вы вообще никак не умеете. Скажите, а как часто вы, Илья, говорите, что любите его? Часто. Когда вы последний раз произнесли эту фразу? Последний раз, когда была, и сегодня тоже. И сегодня тоже? Вы поймите, когда есть возможность, я нахожусь с ним. И я хочу находиться с ним больше. Но дело в том, что Илье надо уже чуть-чуть меньше меня. Меня для него уже много. Вы знаете, вот тут я сейчас с вами поспорю. А я чуть-чуть старше, мне так совсем уже немало лет. Так вот, поверьте мне, чем старше я становился, тем больше мне не хватало мамы и папы. Понимаете, какой это парадокс? Потому что кто бы меня в жизни не был, у меня великолепная семья. Мы, слава богу, будем уже 40 лет как женаты. Но никто никогда в жизни не дарил мне такого тепла, как дарит мама и папа. Потому что мамино сердце, мамино тепло незаменимо. Это правда. У вас есть некоторое время, чтобы подумать, что вы скажете своему сыну, Ярославу, в частности, вы, когда он появится здесь, в этой студии. Какой будет эта встреча отца с сыном после полугода разлуки? Как сейчас выглядит уникальный парень, который выжил после попадания пули в голову? Ну и какой подарок подготовили Илье наши гости? Встречайте, пожалуйста, Илью. Осторожно, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Илья, ну, выглядите замечательно. Стараюсь. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Понемножку становится лучше. Рядом кто с вами, с кем вы вышли? Медсестра. Это ваша медсестра? Да. Вы круглосуточно при Илье? Да. А почему? Потому что, ну, как бы на всякий случай. Ага. Что-то может произойти? Может. Например? Например, приступ эпилептический. Ах, вот так вот. И даже сегодня здесь в любой момент это может произойти? Ну, если будет провоцирующий фактор, то да. Илья, ты уже увидел родного отца и так поздоровался с ним кивком головы. Сколько времени ты его не видел? Около года, наверное. Около года. Ты скучал? Было. Было? Было. Скажи, пожалуйста, это папа не приходил или ты его не хотел видеть? Папа не приходил. Почему? Как ты думаешь? Дела, работа. Ярослав, твой отец хотел тебе сегодня кое-что сказать. И он даже хотел показать одно видео, которое подготовил для тебя. Но я хотел бы вот о чем поговорить с тобой. О событиях того ужасного дня, когда все это произошло. Ты что-то помнишь? Да, я все помню. Я просто гулял с другом, на велосипеде катались и поехали на заправку. Ну, она была заброшена, потому что там рядом блокпост. Ну, там на заправке погуляли уже, думали уезжать. И видим, что с блокпоста выезжает машина. Ну, мы подумали, что они к нам едут, а зачем нам проблемы? Ну, мы начали уезжать и реаниматься. Глаза и так все, как в тумане. Как в тумане? Да, как будто заново родился. Кто был рядом? Мама. Мама была рядом, а папа? Ну, тоже был, но я не помню. Что было самое трудное в лечении, в реабилитации? Это что-то делать, наверное, психически это было трудно, потому что срывы были. Ну, вообще это трудно восстанавливаться. Ты ведь, я знаю, летал в Литву на лечение, на реабилитацию. Да, летал. И полетел ты туда с мамой? Да, она прилетела со мной, побыла там несколько недель, потом поняла, что уже могу сам там и уехала домой. Так, подожди-ка, почему все-таки она уехала? Ну, я хотел сам быть, я же 80 лет уже был. А, то есть ты все-таки попросил маму уехать? Да. Сам попросил маму уехать? Да, попросил я уехать. Ты ведь заново учился ходить? Да. Ну, как это, встал на ноги первый раз, шагнул и пошло-поехало. Первые движения мои, которые ходить учился, это же было сложно, я потел ужасно и трудно было. Ну, как-то, о, я стою, ура! Такая маленькая победа, очень серьезная, да? Скажи, пожалуйста, тогда тебе не хотелось, чтобы мама была рядом и помогала делать тебе первые эти шаги? Ну, я уже ходил более-менее там, так что зачем? Она все помогала просто, прям поддерживала каждую секунду. Нужно упасть, встал, пошел дальше, это же учатся на этом люди, а? Угу. Александр, ведь нужна все-таки еще для Ильи реабилитация? Да. Я чуть уйду назад. Вы абсолютно точно сказали, что это не просто уникальный, это какой-то невероятно уникальный случай. Сквозное ранение головы. Пуля входит в затылок и выходит в лоб. То, что сделали специалисты в Днепропетровске, чудо. Но сейчас вот те проявления, которые вы видите в, скажем так, в умеренном левостороннем порезе у Ильи, и отсутствие полновесных движений в руке. Вот физиологически рука и нога у него сейчас точно такие же, как были до ранее. Но они не работают так, как они работали раньше. Но как долго должна быть эта реабилитация, чтобы Ильяс заново вот пошел прямо нормально так? Вот насколько быстро это удастся, поверьте, ни одна клиника мира точные прогнозы сложить не может. Это не зависит от желания или нежелания. Только время показывает. Время и работа. Ну, еще месяц мы хотели бы поработать с ним. Как минимум. Осторожно, я говорю. Илья, сегодня в нашей студии руководитель направления адресная помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова Ирина Тимирко. Ир, у вас ведь какая-то хорошая новость для Ильи. Об этой семье мы знаем очень давно. И когда вы вернулись из-за рубежа, и мама нам позвонила и сказала, что Илье нужно продолжать реабилитацию, останавливаться нельзя. Они попросили помощи у Рината Ахметова, и вот те реабилитационные процедуры, курсы, которые они проходят в центре, в Чернигове, мы оплатили. Это два курса. И, Илья, мы очень желаем, чтобы ты продолжил свою реабилитацию в вашем центре, чтобы вы поставили его все-таки на ноги, чтобы вот все у него получилось. И мы хотим вручить сертификат на продолжение. На продолжение твоей реабилитации в центре. Мы очень надеемся, что все у тебя будет хорошо. А также мы знаем, что Илье необходим специальный тренажер. Мы тебе дарим сертификат на продолжение курсов реабилитации в центре. И готовы будем тебе подарить тренажер, чтобы ты занимался в домашних условиях, разрабатывал. Ярослав, ну вы впервые за долгое время видите своего сына. Да, я очень рад. Так скажите что-нибудь ему, Илье-то. Сейчас что я могу при всей такой аудитории сказать сын? Мне надо сказать, что это лично. Вы посмотрите на него, посмотрите на его глаза. Я смотрю полчаса, уже сижу ему в глаза. Он такой чудный мальчик. Полчаса уже сижу и смотрю. Красавец, целеустремленный. И улыбаюсь. Такой молодец. Это мальчик, у которого получится в жизни абсолютно все. Я в тебя верю, Илья. Илья, дети склонны забывать, что с ними происходит. Я хочу тебе сказать, что когда тебя ранили, ты не терял сознание. И у тебя настолько сильная нервная система, что ты находился в сознании, тебе говорили, не закрывай глаза, не закрывай глаза. И когда мне позвонили с больницы и сказали, ты устроил там, как они сказали, переворот или дебош, тебе трубку вставили у горла, а ты с ней не соглашался, пытался все равно вырвать ее. Вы зачем это говорите сейчас? Пожевать. Потому что мой сын уникален. Это все видят. И то, что он сделал, и то, в каком виде он здесь, это уже доказательство того. Он многое забывает. Вы не хотели бы просто подойти и обнять сына? К примеру. А можно? А вы у нас спрашиваете? А вы цитами пристегнуты, что ли? Ну, может, сначала мама обнимет. А мама тут при чем? Вы же папа. При чем здесь мама? А вы спросили Илью, он этого хочет? Вот понимаете, проблема этой всей семьи и любви. Жень, сейчас, сейчас подождите. Конечно, проблема гораздо глубже, чем даже мы могли это себе представить. Потому что коммуникации нет между вами и сыном. Поверьте. Вы туда говорите. Это я вам говорю. Кроме газ, козоро. Это я вам говорю. Это я вам говорю. Вы даже когда к нему подошли, у него, знаете, как стойка вот такая вот внутренняя сработала. А знаете почему? Это не туда. Это ваши с ним отношения личные. Вы их не наладили. А может быть, действительно взять и немного посмотреть на себя со стороны прежде всего. Вот вы опять, когда начала, Настя, что-то к вам обращаться, говорите вот туда вот, к бывшей жене. А может быть, действительно с себя начать? Ведь всегда любую проблему, когда решаешь, всегда нужно начинать с себя. А потом, я думаю, все как по мосту пойдет. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать. И мы спасибо, что вы с нами. Пока. А Илья действительно крут. АПЛОДИСМЕНТЫ